Помнишь, была вот эта фигня, вот самый такой случай был, когда мы ездили в... Проблема была, когда ездили в Казахстан, и наши музыканты не пустили тогда в Казахстан. То есть не пустили в Турцию, они через Турцию прилетели. Из Ливана. Из Ливана, да. И у них еще не было визы тогда готовы, помнишь? Это был день рождения премьер-министра Казахстана. Да, и там было очень крупное мероприятие, я тебе говорила, там такое ответственное. Мы даже еще не знали для кого. Мы тоже не знали. Я всегда рассказываю эти случаи. Мои музыканты, до сих пор наши друзья и мои родственники вспоминают, как они сидели там в Турции в аэропорте, да, их арестовали. Ну, потом как пустили на свободу, как птички их пустили, они так обрадовались. Они подумали, что пустили, что обратно в Бейрут поедут. Они уснули в самолете, проснулись, не в Бейрут. Они даже не знали, куда они летят. Да, они думали, что, они же по английски плохо понимали, они думали, что их пустили на свободу, а обратно в Бейрут. А тут они вставили. Там было продолжение. Продолжение. Значит, день рождения был такой масштабный. Пятьдесят номеров, куча артистов. Все мы репетировали, готовились. Так ответственные. Президент там Казахстана и так далее. И вдруг они посмотрели, вся эта компания из шести человек. Высокопоставлено посмотрели только шесть или семь номеров. А мы вообще выступили один или два раза. Там еще были другие артисты. И мы не на выступали. Все хотели еще выступать. А тут как раз в Астане проходил еще фестиваль восточного танца. Обыкновенный маленький фестиваль местный. А я про это узнала, позвонила ей. И тут вся наша компания с ливанским ансамблем, все звезды, какие только можно, просто бесплатно сделали такой гол концерт. Помнишь? Да, да, конечно. Организатор была в шоке. Говорит, мы выступим бесплатно, мы просто записаться хотим. Тем более, потому что тогда еще вообще никто не приезжал, никакая живая музыка. Это были одни из первых. Вот это было первое событие, когда мы с тобой первыми приглашали живой оркестр в России. Это так и было. И первый раз приезжали наши ливанцы. Или Рахал, ты помнишь? Да, да, да. Приезжал мой дядя. Твой дядя, твой брат, вся семья на сцене. Да, то есть это было вообще как семейный бизнес. Но первый раз, когда тебя приглашал в Москву, действительно, еще никто такого даже не подумал. Вот что значит творческий человек. Амбиции есть, хочется что-то развивать. Энергии много. Энергии. А, ну, как бы, к сожалению, потом не так пошло. То есть стало, я смотрю сейчас, тоже как в танце живота очень много стало. И то же самое лажа стало с оркестром. Я смотрю, каждый теперь имеет тоже музыканты оркестр. Ну, с уважением, конечно, но не носители. Ну, вот мы как раз к другому вопросу переходим. И это в тему. Чем отличаются?